Как жили люди в годы войны в тылу? Я-то жил и работал в колхозе Осмирыжск, а рядом совхоз Октябрьский. В совхозе Октябрьском тоже комсомольцы работали так же, сдавали хлеб, работая на такую, сверхурочно. Почему солдаты не знали пункт назначения? Когда нас везли на Дальний Восток, то мы не знали, не думали, что там начнется война. А оказывается, в 43-м году, вот я позже уже узнал, Рузвельт просил Сталина, чтобы Сталин объявил войну Японии. Это история победителя Геннадия Малыгина. Семья Геннадия Малыгина встретила начало войны в родном селе. Работали каждый день и до позднего вечера до изнеможения. Валились с ног, пересиливали себя. Все для фронта и ради победы. В это время мне было 14 лет. Отец работал в колхозе, а я ему помогал. Вот, он пас лошадей, и вот я какое-то время присматривал, а после, значит, отец сказал, что, сынок, началась война. Так, а это было такая... Родители очень были расстроены, потому что брат Евгений в 41-м году был призван, и все мысли были о нем. Как он сейчас, где он. И с тех пор мы от него никаких известий не получили. Так сказали в военкомате, что он пропал без вести. Ну, моя личная реакция... В то время я особо еще 14 лет особо не воспринял так болезненно, а наоборот как-то думал, вот почему еще я малый. И в то время мы воспитывались в патриотическом духе, вот, и всегда говорили, если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы. И вот мы... Я думал, что вот эта война началась, наша огромная страна всегда будет победительницей, потому что я из учебников знал, что у озера Хасан, на реке Ханкингол, японцы часто нарушали границы наши, и наши танкисты, наша Красная Армия всегда была победителем, выходила из всяких сражений. И на этот раз, я думаю, что и сейчас Красная Армия будет... разобьет этих немцев, и мы будем победителями. Вот такие мысли были в то время у меня лично. А об окружении? А об окружении, вот, и родители, и вокруг все, все очень-очень волновались, как это может быть, что заключен мирный договор с Германией, что как она могла безоговорочно напасть на нашу Родину. Было возмущение, и многие не верили даже, что не может быть при такой обстановке начаться война. Тем не менее, война пришла. Геннадий Дмитриевич говорит, такого никто не ждет. Но если случилось, в их время считалось долгом защитить свою Родину. Во время Великой Отечественной советский народ сплотился. В 1942 году отца призвали в трудовую армию. Он работал в Сталинграде. Сначала там они строили укрепленные районы, укрепления от Сталинграда. А после разгрома под Сталинградом восстанавливали до 1944 года. Он там работал и в 1944 году заболел, его демобилизовали. А я, всех мужчин призвали в армию. Остались в основном такие подростки, как я, 14-15 лет, и женщины. Мы, работая в колхозе, пахали, сеяли и убирали урожай. И вот этот урожай мы сдавали государству. Вот. Все для того, чтобы скорее была победа. Вот. Я был комсомольцем. У меня там на столе лежит комсомольский билет. Уже 71 год. И как комсомолец я работал отверженно так. И меня отмечали часто в колхозе как работника комсомолец. И в то же время не только я, комсомолец, а все комсомольцы нашей страны были воодушевлены. Именно работали и на основной работе, и сверхработы, после работы. Работали по 17-18 часов в сутки. Я-то жил и работал в колхозе Осьмирыжевск, а рядом совхоз Октябрьский. В совхозе Октябрьском тоже комсомольцы работали так же. Сдавали хлеб, работая на такую, вот, сверхурочно. И комсомольцы, комсомольская организация, которая возглавляла панчинка Надя, вот, и комсомольцы ее сдали несколько, примерно там тысяч 20 центнеров хлеба, вот, для Красной Армии. Ну, впоследствии получилось так, что эта Надя Панченко стала моей женой. Мы работали в колхозе, пахали, я уже вам сказал, на быках, на коровах. Вот, это был ужасно трудный труд. Но, тем не менее, мы во имя Родины, конечно, своей во имя Победы, ничем не считались. Работал каждый, кого не призвали на войну. И ежедневно включали радио. Надеялись услышать, весточку с фронта, что с их родными. Но по сей день ветеран помнит голос Юрия Левитана о вероломном нападении врага. После жизнь повернулась на 180 градусов. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. У меня еще младший брат. Мы вместе с ним работали, Федор. И две маленькие сестры работали, то есть жили с нами. А мама работала дояркой. И вот четверо нас жили во время этой войны. Но до 44-го года. В 44-м году мне исполнилось 17 лет. И Кочирским районным коматом я был призван в ряды Красной Армии в город Уфа. Там военный городок, специально Алкино-2. Вот, военный учебный городок. Там нас учили военному делу, как воевать. Изучали мы там военное дело, оружие. Первое изучали винтовку. Вот, 1981-го, дробь 30-го. Это русская винтовка. И ручной пулемет Дегтярева изучали. До апреля месяца. И в апреле месяце формировалась маршевая рота. И мы думали, я вместе с курсантами своими, думали, нас отправят на Запад. Готовились. И как-то мы даже радовались. И наши командиры считали, что вы молодцы, вы хорошо подготовлены, вы воевать можете. Но получилось так, что нас везли на восток. Геннадий Дмитриевич готовился брать Берлин, а в итоге оказался на востоке страны. И воевать начал уже после Дня Победы. С мая по август на Дальнем Востоке оказалось свыше 400 тысяч человек. Когда нас везли на Дальний Восток, то мы не знали, не думали, что там начнется война. А оказывается, в 43-м году, вот я позже уже узнал, Рузвельт просил Сталина, чтобы Сталин объявил войну Японии. А американцы заинтересованы были в том, что американцы находились в состоянии войны. Япония и Америка. Но война у них осуществлялась морская, воздушная. И бывало так, что иной раз японцы даже побеждали американцев. И вот Рузвельт просил Сталина, а Сталин говорит, что мы не имеем права, наша социалистическая сторона, и у нас заключен с Японии договор. Вот. Но после все-таки Рузвельт уговорил Сталина, и Сталин дал обещание. Ровно через три месяца после окончания войны с Германией мы объявим войну Японии. Война с Японией была продуманной, подготовленной, говорит Геннадий Дмитриевич. Это отличало ее от Великой Отечественной. Завершились бои меньше, чем через месяц. Мы с 8 на 9 августа перешли границу. Границу перешли в районе Уссурийска, на Янзы. Перешли границу. И наступали в этом направлении. Но командующий всеми этими военными действиями был Васильевский. Он со своим штабом разработали так, что в первую очередь расчленили японские, там оборонялась и готовилась к войне квантунская армия, миллионная, ее считали непобедимой, квантунскую армию считали, и разработали такой военный план, чтобы расчленить вот эту квантунскую армию на части. Вот с различных точек нанести серьезный удар. И так оно и получилось. Победу по-настоящему Геннадий Малыгин ощутил лишь в сентябре 1945 года, когда Япония подписала акт о полной капитуляции. В то время мы верили в свой Советский Союз. Мы верили, что наша страна единственная правильная страна, что у нас строится социализм, что мы с каждым годом в то время, жизнь у нас становилась все лучше и лучше. И поэтому мы были очень огорчены, что именно так получилось. В то время мы были молодыми совсем, а особого страха не было. Вот, погибли мы, убьют нас или не убьют, мы приняли присягу. И веря, соблюдая присягу, мы знали, что вот это мой долг, я должен его выполнить. И беспрекословно, как в уставах написано, и в срок. Это история Геннадия Малыгина, победителя. Человека, который ощутил обе стороны войны в тылу и на фронте. Это день победы, пороха пропал. Это праздник с седеною на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Если вы хотите поделиться своей историей, обращайтесь по телефону 55 99 99 55 51 99. День победы, день победы, день победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова